Одной из важных особенностей Ветана является наличие зелени в ресторане. Вы видели гринвол, вы видели оливковое дерево и на всех столах, на всех полках должна обязательно находиться свежая зелень, базилик и розмарин. То есть, чтобы когда у гостей появилось желание добавить в салат немножко больше зелени? Да, это в стандартах, они действительно нечистые, их можно есть этот базилик и можно срывать. Ну и плюс это состоит из атмосферы, атмосферы свежести, атмосферу вкусной еды. Насколько я узнаю, иностранные франшизеры, им очень сложно давать франшизу в другую страну, человеку или компании, у которой раньше не было опыта работы в ресторанном бизнесе. Как вам удалось получить франшизу Вопиано или вы какие-то может быть трюки использовали или у них не было таких жестких, скажем так, критериев по этому поводу? Если говорить конкретно о Вопиано, то их подход отличается от всех других франшиз, они дают в основном франшизу людям с опытом. Все владельцы Восточной Европы франшизы это рестораторы с опытом почти 20-25 лет, Макдональдс, КФС. На пенсию решили заняться чем-то более? Ну, не на пенсию, но да, они выросли, они знают, что такое операционное управление рестораном в самом высшем понимании слова. Гордость любого ресторана Вопиано – это Blackboard. Если вы заметите, есть очень много прикольных фишек, которые они же придумали, прочитав очень много про Украину, про культуру, про достопримечательности. И данный ресторан имеет вывеску Киев. Они самостоятельно разрабатывали без нашего участия фактически, что будет здесь, например, к Евгению Ольгу, Казак на коне. Очень креативно они подошли, используя именно украинские какие-то образы. Я считаю, что они уникально подходят и стараются каждому ресторану придать именно локально, какую-то фишку локальную. А все, что находится за раздачей, это все стандартизировано и практически во всех ресторанах идентично. Первая для них и самая важная вещь – это насколько люди вовлечены в бизнес Вопиано, насколько они хотят, насколько они готовы его драйвить, поддерживать. Вот это для них очень важно. Насколько вы вовлечены? Потому что вот я вижу у вас значок «Биосфера» – это ваш основной бизнес, не связанный с рестораном. Вот здесь вы много находитесь? Я имею ввиду, времени своего уделяете именно ресторанному направлению? Есть управляющие двумя ресторанами, которые мы успели открыть в кризис. Мы вместе с моим партнером достаточно много уделяем времени, в основном, конечно же, финансовым показателям, стратегии, маркетинг активности. Правде говоря, «Вопиано» делает даже больше, чем мы ожидали. Уделяют времени очень много ресторану – и киевскому, и львовскому. Приезжают сюда очень часто. Есть ответственный менеджер за Украину, и вместе с этим менеджером мы занимаемся и развитием, и операционным управлением ресторанами. Команда международная, очень много людей из разных стран работают и не только из Европы в команде «Вопиано», но все, что находится за линией раздачи. Немецкий педантизм. Полностью стандартизирована вся посуда, сроки хранения. Любой полуфабрикат, который готовится, ему присваивается специальный стикер с датой, когда он приготовлен, когда он не должен использоваться, уходит его срок годности. Специальные места хранения и вся эта система, она просто пропитана всем немецким педантизмом. Поэтому это одна из вещей, по которым нам понравилось франшизировать. Хорошо, все-таки франшизер иностранный. Для него украинский рынок, я так понимаю, был, я читал просто интервью, вам не хотели изначально давать, говорили, что Украина пока не в планах, вы каким-то способом, наверное, не будем сейчас выяснять, каким уговорили. И все равно получается рынок новый. Как они вникали в него, вносили ли какие-то изменения или вы, может, предлагали им что-то изменить именно под культуру, под менталитет, под особенности, нюансы именно украинского рынка. Очень большое количество людей из команды Вапиано было в Украине. Как раз совпало время очень неспокойной ситуации в Украине в 2013 году. Но они приезжали сюда. Мы очень детально исследовали Днепропетровск, Киев, Львов. Их опыт позволял вырабатывать решения, что мы можем здесь открыть, как мы все-таки можем функционировать здесь, какие блюда мы можем предлагать. И, в общем-то, не потребовало значительных изменений в блюдах. Ну, например, мы единственные в сети Вапиано запустили завтраки и под нас разрабатывали завтраки во львовском ресторане, потому что мы находимся в отеле. И одним из условий аренды было обеспечение завтраком отеля. И были разработаны, по моему мнению, шикарные завтраки для гостей. Вот. Это отступление от стандарта Вапиано. Одна из самых сложных вещей была это подбор продуктов. Потому что в Европе, по всему миру, Вапиано имеет очень высокий уровень стандартов в продуктах, которые используются в приготовлении в Украине. Частично некоторые продукты недоступны. Частично это просто безумно дорогие импортные продукты. И нам приходилось вместе с ними находить компромиссы. Вся паста, которая готовится в течение дня, хранится в специальных пакетиках. Это свежая паста, не сухая паста. Она хранится максимум два дня. И гость может выбрать любой вид пасты, который не хочет. Формат Вапиано, он не предполагает обслуживание официантов. Правильно? Да. Вы находитесь в таком достаточно дорогом элитном бизнес-центре. Но при этом отсутствие официантов в менталитете наших людей сравнивается и ассоциируется с таким недорогим сегментом средним. Демократично. Да, демократично. Как вам удалось завлечь людей, может быть, достаточно обеспеченных и сказать, у нас нет официантов? Во-первых, в стандарте есть официанты на втором этаже или возле бара. Если это одноэтажный ресторан, работает официант, который принимает заказы возле стола, и он обслуживает только напитками, баром. Почему люди ходят? Потому что вкусно. Потому что действительно вкусно, потому что стандартно, потому что предсказуемо, и люди за эту цену получают абсолютно предсказуемое качество еды, качество обслуживания и стандарт. «Вэпиано» достаточно много времени и сил уделяет на старты проекта. Это проектирование ресторана, это выбор материалов, это дизайн, это адаптация под определенное помещение, это утверждение всего. Всего. Даже поставщика базилика, оливкового дерева, стандарты света, даже стандарты лампочек. Мы немножко его нарушили своим светом. Стандарт «Вэпиано». Даже стандарты лампочек и стандарты музыки. Они не сколько законодательно, сколько вместе с нами вырабатывают решения, уже адаптируя под страну, под возможности страны. Если говорить о текущем управлении и контроле ресторана, они фактически онлайн видят все наши продажи. Система учета позволяет им ежесекундно видеть все. Это их система учета. Да, карточная система, она позволяет уйти от денег, но при этом онлайн они видят все продажи всех ресторанов по всему миру. Если говорить об еще какой-то вещи, которая присуща стандартам «Вэпиано», они всегда настаивают на их подходе к качеству мебели, пола, освещения. И наши споры, зачем платить. Он в два раза дороже, например, за пол, если можно купить там украинского производителя пол. Но он через два года не будет таким, да? Вот. Это их аргумент. Ребята, вы посмотрите через пять лет. Ваши инвестиции будут выглядеть через пять лет совсем по-другому, чем если вы просто сэкономите на каких-то мелочах. И я сейчас, вот по прошествии даже года, я полностью с ними согласен. Лучше заплатить за качественные вещи немножко дороже, но это будет, это не будет требовать через год, через два еще ремонта. То же самое отношение к посуде, например. Посуда используется «Велероинволм». Это их стандарт, от него отойти невозможно. Можно только найти какую-нибудь там подделку. Но по опыту использования подделка убивается буквально там за месяц. Появляются какие-то трещины. Да, это дорогая посуда. Практически там одна тарелка стоит 12-15 евро. Но она два года служит и имеет два года гарантию. Мы имеем право поменять любую начертную посуду. Это преимущество франшизы, когда ты покупаешь уже опыт. То есть они вас, по сути, оградили от тех ошибок, которые изначально не видны просто. Мистери Шоппинг каждые две недели. Иногда каждую неделю мы получаем репорт. По Мистери Шоппингу есть компания, которая Worldwide обслуживает Вапиано, и в Украине у нее есть представительство. Люди регулярно приходят, вычислить мы их не можем, но регулярно приходят. Может быть, это мы сейчас? Может быть, может быть. Наша позиция всегда была о том, что мы, как владельцы франшизы, хотим независимо точно также видеть уровень работы ресторана. И на сегодняшний день киевский ресторан номер четыре в мире по уровню сервиса, ну, по их параметрам, которые они меряют. Львовский ресторан находится в двадцатке. И из 160 ресторанов это достаточно хороший результат. Кто же на первом, втором и третьем местах? Первое, второе, третье место зачастую это фактически одни и те же рестораны в Восточной Европе. Например, в Венгрии, в Будепеште владелец нескольких ресторанов, который 20 лет проработал в Макдональдсе операционным директором по нескольким странам. Он прекрасно знает, как управлять с точки зрения сервиса, качества. Да, его очень тяжело обогнать. Не всегда мы имеем очень хорошие результаты. Иногда просто достаточно там мистери-шоперу попасть на невыспавшегося сотрудника и сразу показатели падают. С этим ведется работа. А то есть они динамические такие, да? Конечно, конечно. Мы видим всю эту динамику за весь период. Мы видим все рестораны, которые находятся на той или иной позиции. Ежедневно мы получаем репорт по продажам всех ресторанов во всем мире. И мы видим, на каком уровне мы находимся. Ну, понятно, с нашими ценами и с курсом евро мы находимся очень-очень практически внизу всего списка ресторанов по доходу ресторанов. Но по количеству посетителей мы на хорошем уровне среди всех ресторанов. А вот вы сами поговорили по поводу доходности. Вот те цифры, которые обещал Вопиано в плане ежемесячной прибыли, окупаемости проекта. Получилось реализовать, учитывая, что это все-таки был непростой период? Такое в том, что Вопиано не обещал. Ничего не обещал? Ничего не обещал. Открывайте сами там. Нет. Как раз работа велась совместно над бизнес-планом. И есть опыт разных ресторанов в разных странах. И мы ориентировались на польский рынок, мы ориентировались на Венгрию, в какой-то мере на эстонские рестораны. И мы вместе с ними прогнозировали в зависимости от локации количество людей, средний чек, какой фудкост у нас выходит. Это была совместная работа. И не было их обещания нам золотых батонов. С нашей стороны мы очень здраво подходили ко всем цифрам, показателям. Вместе с ними вырабатывали бизнес-план. Команда тим-лидеров по каждой станции обучалась три месяца, обучалась и сертифицировалась в Европе, в европейских ресторанах. Две недели до открытия, недели после здесь работала команда открытия, так называемая Вопиано. Они ездят по всему миру. Они запускают, они учат культуре, Вопиано людей, стандартам, понятно, проверяют. И вместе с нами запускают ресторан, дабы избежать ошибок при запуске и плохого мнения гостей. Регулярно приезжает менеджер, который отвечает за Украину. Вместе анализируется ситуация по ресторану, уровень сервиса. Смотрится ПНЛ, то есть как ресторан работает, количество гостей в ресторане, фудкост, прибыль, которую ресторан генерирует. Несколько контролирует, сколько является такой поддержкой. Постоянно вводят какие-то новинки, постоянно вводят сезонные блюда, и мы обязаны их использовать. Иногда эти блюда, конечно, либо построены на продуктах, которых у нас нет в Украине, в принципе, тогда для нас адаптируют. Либо для наших гостей это неприемлемое блюдо, нет культуры потребления. Очень легко все делятся опытом, нет ни от кого секретов. Вот именно, наверное, эта фишка в Апиану, то, что у них все открыто для всех, кто находится в этой системе. И я имею возможность и часто пользуюсь, звоню другим владельцам ресторана посоветоваться по тому или иному вопросу. То есть люди реально очень открытые работают. А мы не мистер-шуперы, вы не приезжаете? Нет, я говорю правду, потому что для нас очень важно, с какими людьми мы работаем. Так, два ресторана, третий когда у нас планируется? Пока не знаю. Все-таки проект интересный, но не настолько интересный, чтобы открывать новые, да, или просто время сейчас? Инвестиции в ресторан достаточно большие, они в валюте. Ну сколько столько, в среднем ресторан? Миллион, миллион двести. Каждый ресторан обязан иметь одно или два дерева оливкового. С определенной подсветкой этот цвет на ночь остается включенным для того, чтобы дерево росло, дерево не мурала. То есть есть даже стандарты, прописанные по свету, по количеству времени включены. Там таймер управляет этим всем. То же самое по гринволу, по зеленой стене. На одной из конференций был конкурс в ресторане очень интересный, стандарт спагетти 30 сантиметров длиной. И вот все, кто участвовал в конференции, на несколько команд разбились, нужно было ровно срезать длину пасты по стандарту 30 сантиметров. И потом мерили, кто точнее сделал пасту, да. У нас не было желания, хотим франшизу, хотим открыть ресторан. У нас было просто желание давно, много лет открыть какой-то ресторан, концептуально, идей собственных было очень много. Но мы поняли о том, что открывая свой ресторан, мы вынуждены будем 100% времени заниматься им, потому что это наш концепт, наши стандарты будут. И решили, что все-таки свой ресторан мы открывать не будем. Совершенно случайно увидели в Европе, в Франкфурте, по-моему, или в Дуссельдорфе, в Опиано. Нашли контакты, созвонились, встретились, год практически, вели переговоры, искали локацию, они приезжали сюда, узнавали друг друга больше. И после этого приняли решение. Как раз именно с начала Майдана готовность была 50%, и для нас была дилемма, либо мы продолжаем инвестировать, либо мы останавливаем инвестиции. Это ровно посередине, и да, курс рос, а мы вынуждены были покупать европейское оборудование, мебель и так далее. И это было сложное решение. Да, мы получили очень хорошие скидки на это время, и отошли от стандартов. Например, по стандартам в Опиано мы должны использовать оборудование только франки. Но мы нашли очень много оборудования электролюкс, которые практически аналогичные, но там на 30%, на 50% дешевле, и они согласились с этим. То есть они шли навстречу, понимая, что сложно в Украине открывать такое правило. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!